Здравствуйте, дорогие наши подписчики, наших семейных каналов, Тверской огородик и путешественники. Вот сейчас я опять начинаю прогуливаться по территории санатория Южное Взморье. Но для начала, дорогие мои, я хочу вас попросить, если кому интересны наши видеообзоры, то можно ещё смотреть меня на Дзене, потому что Ютуб очень плохо работает, очень плохо загружаются видео, и поэтому я под таким же названием Тверской огородик и второй канал у нас путешественники, мы зарегистрированы на Дзене. Там загружаются хорошо видеообзоры, поэтому, если кому интересно, смотрите нас на Ютубе и на Дзене. Но на Ютубе сейчас многие жалуются, что невозможно посмотреть, поэтому регистрируйтесь и смотрите. Ну вот теперь мы гуляем с вами по аллее. Я так считаю, что это аллея звёзд. Я не буду вам всех перечислять. Но тут вот такие вот звёзды и таблички, кто посадил какое дерево из лётчиков-космонавтов. Потому что этот санаторий – это ведомственный санаторий Росатома. Здесь отдыхают атомщики. Правда, тут есть ещё и с других организаций отдыхают по путёвкам, я имею в виду. Они заключают договора с этим санаторием на год, на два. Вот, например, в Саренбургской области люди на шахте работают и тоже здесь по путёвке отдыхали. Но вообще-то это ведомственный санаторий Росатома. И вот здесь, мне кажется, все-все космонавты перебывали, потому что здесь с самого первого начала, как этот санаторий образовался, тут проходили и проходят реабилитацию лётчики-космонавты. Потому что здесь для них очень хорошая лечебная база. И вот тут много-много-много вот так вот мы, если будем идти, и вот с этой стороны, вот посмотрите, и это все звёзды и все эти деревья сажали лётчики-космонавты, которые были здесь, в этом санатории. А мы продолжаем прогуливаться, как я говорю уже, по этой аллее звёзд. Их тут очень-очень много. Ну что я ещё хочу вам сказать, дорогие мои подписчики и зрители нашего канала. Я постоянно читаю ваши комментарии и очень благодарна, конечно, за ваши и позитивные, и негативные комментарии. Я ко всем комментариям отношусь с большим уважением. И даже тем, к тем, кто так негативно обо мне отзывается, мне даже так смешно, что вот такая ты страшная, ты даже себя не показываешь. Ну, простите, ну такая я вот страшная. Ну, не нравится вам. Ну, не смотрите. Ну, большое вам всё равно спасибо, что вы написали. Ну, идём дальше. Вот сейчас я вам хочу показать. Вот. Южное взморье. Вот как бы тут это такой центральный. Лестница такая центральная. Ну, мы поднимались там. Там, собственно говоря, все двери закрыты. А вот сейчас я вам покажу. Ну, так издалека, если будет видно, вот тут вот ресторан. Тоже столики очень хорошо. Со скатерцами. Так сервируются красиво вот это. Это те, кто будет там кушать, обедать, завтракать. Кто проживает в люксовских номерах. Вот там вот, издалека, если увидите. Ну, это такая вот клумба, цветочки. Всё красиво, всё зелено. Так вот. Ну, вот мы с вами гуляем и направляемся к выходу. Ну, я хочу выйти за территорию и показать вам немножечко улицу. Что, чего тут. Конечно, выходишь тут в кругом магазинчики, аптеки. Всё это тут очень хорошо. То есть, есть где что, чего приобрести. Напротив, прям сразу магазин, кубанские вина, которые очень пользуются спросом у отдыхающих. Хозяйка говорит, ой, да ко мне прям ещё не успеют заселиться. Заселиться, заходят ко мне, затариваются, потом идут на заселение. Ну, это я так шучу. Сегодня у нас был ночью дождь. Очень сильный, поэтому мы пока не на пляже. Ну, тепло. Тепло, хотя и небо так немножко серенькое, но тепло. Ну, вот мы направляемся с вами к выходу за территорию санатория. Ну вот, дорогие друзья, я вышла за территорию санатория Южное Взморье. И это я вам показываю с улицы центральный вход в санаторий Южное Взморье. Сейчас я вам покажу, что рядом с этим санаторием есть. Ну, я далеко ходить не буду. Я вот сейчас показываю центральная улица. Не знаю, как она называется. И напротив санатория вот такой гастроном-каравай. А следующий вон там с сиреневым цветом написано «Вина Кубани». Сейчас подойду ближе. Магазин «Вина Кубани». Я не буду переходить на ту сторону. Там переходите, там аптека, магнит, магнит-косметик и так далее. И там всевозможные магазинчики. Вы можете что-то купить, посмотреть, приобрести. Вот улица, которая перпендикулярно выходит от моря сюда к санаторию. Тут тоже, вот, посмотрите, магазинчики, пиво, вино. Там ещё что-то. И вот если мы пойдём по этой улице, мы выйдем к морю. Тут есть прокат самокатов. Так что вот, тут самое такое тусовочное место. То есть не надо куда-то далеко ехать. Здесь всё можно рядышком купить, приобрести. Если кого интересует рынок, мы туда не ездили, но сказали, на автобусе в 105-м две остановки до рынка. Ну вот, друзья мои, мы всё ещё находимся на улице, напротив центрального входа санатория Южная в Сморе. И вот, смотрите, какую табличку я нашла, и тут какая информация. Здесь в годы Великой Отечественной войны размещалась районная больница, где находились на излечение раненые солдаты, офицеры Красной армии и военно-морского флота. Вот где сейчас находится наш санаторий Южное в Сморе. Ну и мы сейчас немножечко пройдёмся вот сюда, посмотрим. Мы в эту сторону не ходили. То есть идём по той стороне, где находится санаторий. Алло, вот я подъехала. И вот мы идём. Вот, кстати, если вам надо будет поехать, тут автобусная остановка. Вот останавливаются автобусы. Если кому, куда надо поехать, вы можете здесь сесть и доехать до того места, куда вам надо. Ну вот, мы находимся прямо на остановке Южное в Сморе. Тут вся информация по поводу всех автобусов, которые здесь останавливаются, чтобы куда-то вам доехать. Ну и так продолжаем немножко туда дальше идти. По-моему, вот в эту сторону, говорят, есть очень хороший парк. Такой для детей. Но если мы подойдём ближе к нему, я потом опять включусь. Друзья, мы и дошли до этого парка. Он совершенно рядом с санаторием. Если вы стоите спиной к санаторию, то по левую руку вы идёте в эту сторону. Ну, по левую сторону. И тут вот до следующего, ну, как бы перекрёстка или пересечения улицы, вы вот подходите к этому... Коля, осторожненько переходите к этому парку. Сейчас мы посмотрим, что это за парк. Оп! Пробегаем. Так что тут вы можете со своим ребёнком покатать его и на каруселях, и на качелях, и вот такой вот парк. Совершенно рядом. Буквально пять минут ходьбы от санатория. Не надо даже никуда не ехать, не везти, ничего. Смотрите, тут и такие маленькие карусельки. Побольше. Продолжаем гулять по этому парку. Показываю. То есть деткам тут прям развлекушки. Развлекушки. Очень хорошо. Вот, смотрите, как малышочек ловит рыбку. Трелесть. Идём дальше. Вот такие паровозики, видимо, катают деток по территории. Идём дальше. Ну вот, подходим на такую площадь, где тут фонтанчики, где детки на носуках катаются. Ну вот, видимо, вечером будет очень красиво. Там подсветка. Вон, весёлые горки там аттракцион. Ну, тут ещё, может быть, мы идём вот с утра, не всё работает. Ну вот, смотрите, во всяком случае, с детишком есть где разгуляться. Ну вот, друзья мои, я вас вкратце познакомила с этим парком. А если он вас заинтересует, вы тут всё подробно сами придёте и узнаете. Он буквально рядышком с санаторием «Южное море». Ну вот, дорогие наши подписчики, сейчас я вам буду снимать обед в коралловом зале. Подходим мы вот сразу к этой стоечке. И здесь у нас кулеры, вода кипячёная, напиток из шиповника. Вот такая водичка стоит. Ну и морг смородиновый, кстати, вкусный мы постоянно берём. И компот, и сухофрукты. Автомат с кофе. Экспрессо, капучино, латте, американо, горячий шоколад. Следующая локация идёт – это чай с лимоном. Чай тут чёрный, зелёный и всевозможные там с чабрецом, с розмарином. Дальше тут ещё у нас один автомат с кофе. Ну и подходим к локации сладкого, кироженому. Значит, тут вот у нас пирог черничный, пироженое, арахисовое. И десерт – манго маракуйя. Ну вот, такие пироженки. Вот такой пирог. Следующая локация у нас – это салаты с еголкой, морковочкой, салаты с капустой, салат тоже с капустой, с помидорами, опять салаты с капустой, с кукурузой. И вот такой рулетик у нас. Кстати, неплохой, вкусный рулет из цыплёнка. Вот, ещё раз вам показываю. Следующая локация – тут соленье кубанские. Вот помидорчики, огурчики, капустка, перец, морская капуста, баклажанная икра, фасоль. Ну вот, как видите, всё вкусное, всё свежее. Всевозможные масла. Следующая локация – это у нас горячее. Рис на гарнир. Филе индейки на пару с овощами. Макароны отварные. Люля-кебаб, говядина, свинина. Следующие овощи запечённые – баклажаны, кабачки, перец. Тут у нас голень куриная, запечённая соусом свит-чили. Картофельные топки с паприкой. И жаркое по-домашнему аппетитное. И последнее. Сейчас что тут у нас? Рулька свиная, пряной горчицы. О, какая вкуснятина! Подходим к горячему. Куриный бульон. Следующий у нас – суп-пюре из цветной капусты. И следующий у нас там свекольник, по-моему. Или нет, 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 извиня. Лапша. Лапша. Суп лапша по-домашнему. И последнее у нас. Сейчас подойду, чтобы не мешать мы людям. И последнее – вот такой свекольник. Это холодный свекольник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуйста. Ну и следующее. Следующее тут у нас что? Зубатка, запечённая с овощным миксом. Посмотрим. Вот, посмотрите. Рыба, кстати, тут практически бывает каждый день. Бывают иногда двух недель. И тут что-то у нас вкусненькое. Что тут у нас? А что это за мясо? А, вот вижу, боже, Нина. Вырезка запечённая. Смотрите, какие кусочки. Аппетитные, вкусные. И последняя локация у нас – фрукты. Груши, курма, яблоки. Ну и вот сейчас я вам ещё разочек встану здесь и к нему общий вид ресторана – коралловый зал. Ну вот, подошли мы. Я подошла к своему столу. Вот у меня сидит мой любимый Николай Икорыч. Куда вдеваться? Куда вдеваться, да. Ну что ты взял тут? Вот у него куриный фурнион. Бужининка, фрукты. Всего понемножечку. Да, я вижу, он взял вот этот рулетик куриный, свининка. И там ещё у него, сколько сегодня у тебя много мясного, люля-кебаб и ещё что-то. Свининка. Ну, у меня тут бужининка, куриный курион и груши. Ну что, приятного аппетита, Николай Икорыч. И вам также приятного аппетита. Можно приступать в трапезы. Пока. Ну вот, смотрите, дорогие наши зрители и подписчики нашего канала. С утра такое море было спокойное. И сейчас вроде ни ветра, ничего, жара. И посмотрите, какая павла разыгралась. Николай Икорыч у меня вот зашёл в воду. Это после обеда. Интересно, главное, ветра нет и не поймём. Неужели к вечеру опять будет дождь? Ну как водичка? Как вода? Отлично. Вода была прям кристально чистая вообще в обед. Ой, с утра, с утра. Прям зашли прям вот, ну вообще, даже и признаков не было. А вот сейчас вот волна подвелась. Ну, зато сейчас покатаемся на волнах. Сейчас люди ушли кто на обед, кто после обеда отдыхает. Пляж немного опустел. Но вообще санаторий на сто процентов под завязку забит отдыхающими. Пляж очень большой. Вот практически вот до того высотного здания чуть ли не тянется наш пляж. Пляж очень хороший. Движаки, матрасы. Чем я всё не перестаю восхищаться. Ну, всё. Вот вам морюшко, ребята, показало. Классное. 23 градуса. Температура, наверное, сейчас 28 на улице. Ну, пока, пока.